МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА На канале ЛИДА ТВ информационная программа события. В студии работает Алексей Водейко. Здравствуйте. Смотрите сегодня в выпуске. Не только собрать, но и сохранить урожай. Работники МЧС следят за уборочной кампанией. И днем, и ночью Литский железнодорожный вокзал живет круглосуточно. Летний патруль у водоемов. Спасатели и БРСМ-овцы провели совместную акцию. Мой адрес – город Лида. Литский дворец культуры пригласил на праздник семейного отдыха. На сегодня в Литском районе скошено более 60% площадей, отведенных под зерновые и зернобобовые. Намолочено почти 24 тысячи тонн зерна. В лидерах по темпам работ – совхоз Литский и Йодки Агра, где скошено 71,70% соответственно. Что касается урожайности, то сегодня она составляла чуть более 19 центнеров с гектара. Больше всего – почти 22 центнера с одного гектара – убирают в филиале ДИТВА открытого акционерного общества Лида Хлебопродукт. Собрать и сохранить урожай сейчас приоритетной задачей для белорусских аграриев. Вместе с хлеборобами на поле можно увидеть и работников МЧС, которые обеспечивают пожарную безопасность в столь жаркий период. Главная задача спасателей на уборочной – проконтролировать, чтобы она прошла по всем правилам пожарной безопасности. Хлеборобы во время жатвы работают в поле с раннего утра и до позднего вечера в гонке за урожаем. Отдельные забывают о безопасности, а ведь это может привести к необратимым последствиям. Установившаяся жаркая погода и высокая температура способствует тому, что малейшая искра может привести к возгоранию не только техники, а также и поля. За считанные секунды пожар может уничтожить не только будущий урожай, но и всю технику на полях. Работа в плане пожарной безопасности в хозяйствах Лидского района постоянно на контроле работников МЧС. Следят за ней и специалисты иных служб. Ежеводно в управлении сельского хозяйства и в хозяйствах создаются комиссии по проверке зерноуборочных комбайнов по готовности их к проведению уборочных работ. Готовятся допуски зерноуборочных комбайнов. Под роспись комбайнеру отдается перечень всех инструментов, которые необходимы по пожарной безопасности. Это огнетушители, штыковые лопаты, весь набор этих инструментов. Инженера по технике безопасности в хозяйствах перед началом зерноуборочных работ проводят инструктажи по технике безопасности. Во время жатвы каждое утро в Центр оперативного управления Лидского района поступает информация, на каких полях идет уборка, сколько и какая техника на ней задействована. Инспекторы без предупреждения могут появиться в любом из хозяйств – в филиале Детва, открытого акционерного общества «Лида Хлебопродукт». Проверяющих особо интересовали зерносушильные комплексы. Один такой работает в Крупово. Смотрим наличие журналов параметра сушки, чтобы соблюдались они, чтобы зерно не перегревалось и в последующем не загоралось. Люди, обслуживающие зерносушильный комплекс, должны четко знать свои обязанности и исполнять их. Малейшая оплошность может уничтожить тонны зерна и технику. Если бы вовремя работники зерносушилки не заметили дым, в конце июня в хозяйстве Белица Агра могла бы сгореть зерносушилка. Обследовав зерносушильный комплекс в Крупово, инспекторы отправились на поле. Здесь они проверили укомплектованность техники и комбайнов машин-тракторов первичными средствами пожаротушения. В случае воспламенения основные узлы сгорают очень быстро, поэтому первые секунды ЧП решают многое. Наличие средств пожаротушения – это полдела. Работник обязан уметь правильно ими пользоваться. Тут же на поле спасатели проводят небольшой экзамен для механизаторов и водителей. Мелких нарушений в пожарной безопасности не бывает, так как даже небольшое нарушение, либо нехватка первичных средств пожаротушения может повлечь возникновение пожара, либо крупный ущерб. Там, где работают комбайны, обязательно находятся пожарные автомобили, либо цистерны с водой и трактор с плугом. Были они и на этом поле. После вводное возгорание этому механизатору удалось лишь с пятой попытки подать воду, а за это время огонь мог нанести большой ущерб. На сегодняшний момент обследованы все хозяйства, грубых нарушений уже не выявляется. Бывает, конечно, встречается, допустим, не хватает одна лопата или не хватает швабры. Очень редко встречается, что по каким-то причинам неисправные огнетушители, которые тут же заменяются на исправные. Из-за неосторожного обращения с огнем в этом году произошел пожар в одном из хозяйств в Слонимском районе. В момент возгорания в поле работали два комбайна. Находящиеся рядом тракторы с бочкой воды и плугом не дали огню распространиться. Был спасен 71 гектар посевов. Однако огонь успел уничтожить озимые третикали на площади около 9 гектаров. За время с начала уборки за нарушение правил пожарной безопасности Лицским РЧС к административной ответственности было привлечено 5 должностных лиц на сумму одной до пяти вазовых величин. Проверку хозяйств в Лицском районе спасатели продолжают. Расслабляться аграриям нельзя. Уборочная в разгаре. Пожары в хозяйствах возникают не только из-за нарушения правил безопасности их работниками, но и по причине детской шалости. Так, в четверг в Берестовицком районе Гродненской области было уничтожено 37 тонн соломы. Спасателями и добровольцами хозяйства удалось спасти две соседние скирды, а это еще 80 тонн. Теперь родителям несовершеннолетних виновников произошедшего грозит штраф. Кроме того, им придется возместить хозяйству ущерб. Юные поджигатели могут быть поставлены на учет в инспекции по делам несовершеннолетних. В эту субботу прямую телефонную линию в Лиде проведет заместитель председателя райисполкома Виталий Невера. Вопросы жителей нашего региона смогут задать ему с 9 до 12 часов по номеру 52-42-43. В предстоящее воскресенье поздравления с профессиональным праздником будут принимать железнодорожники. Накануне более 200 работников Барановического отделения Белорусской железной дороги собрались на торжественное мероприятие в Лиде. На него были делегированы лучшие железнодорожники из Гродно, Лиды, Барановичей, Волковыска и Лунинца. В их адрес звучали поздравления и благодарности от руководства Барановического отделения Белорусской железной дороги и его структурных подразделений. Эти люди те, которые своим преданным трудом обеспечивают круглосуточную работу железнодорожного транспорта, обеспечивают перевозку грузов и пассажиров, день и ночь и любую погоду. Люди те, которые выбрали эту нелегкую профессию своим долгом, своей обязанностью. Поэтому хочется поздравить всех с наступающим праздником, с Днем Железнодорожников, пожелать счастья, здоровья, благополучия, всего самого-самого лучшего в этом нелегком труде. Также хочется вспомнить о тех ветеранах, с чьим трудом создавалась база, которую мы продолжаем приумножать, скрепить и поднимать работу железнодорожного транспорта на достойный уровень в республике. По случаю профессионального праздника более 220 работников Барановического отделения Белорусской железной дороги получили награды. Подарок всем сделал заслуженный артист Белоруссии Александр Солодуха. Железнодорожники работают даже по праздникам. Одни в любую погоду и в любое время суток развозят грузы и доставляют пассажиров в разные уголки нашей страны и за рубеж. Другие обеспечивают бесперебойную работу железнодорожного транспорта. И если работа последних скрыта от наших глаз, то с работой специалистов железнодорожных вокзалов хотя бы раз в жизни сталкивались практически все. Наш коллега Анастасия Хрещанович предпочитает путешествовать поездом, поэтому часто посещает железнодорожный вокзал в Лиде. Лидскому чугуночному вокзалу попашь проти 72 годы, але побудованный он был еще ранее. Новая сторонка у его истории была написана у 2010 годе, коли лидер их давалася до республиканских дожинок. Вокзал стал одним из объектов, які ремонтовали доголовного свято-працовников в вёске. Объем работ был выконан невеликий. Их выник – сучасный интерьер вокзала и комфортные умовы для его коллективу и пассажиров. Самое запотребованное место у наведовольников – зала с билетными касами. Набыть проездные документы тут можно урозные напрямки, але больш за все билеты продается на региональные маршруты – Дагродна, Барановичев и Беняконев. Одны купляют их у кассах, другие – просплатежно-доведочный терминал самообслуговывания. Сучасные технологии – это добре и потребно, каже билетный кассир Мария Лаздин. Олеж, я отдаю перевагу прямым взносинам с людьми. Мне нравится работать с людьми, обслуживать людей, общаться, подбирать хорошее место человеку, чтобы он хорошо, чтобы его поездка была хорошая. Я работала проводником дизель поезда 6 лет, потом работала в багажной кассе 10 лет. И здесь, в этой кассе 6 лет. Там сложнее, что надо ехать в поездку куда-то ночами. Разные пассажиры. Наверное, интересно в кассе работать. Над шагунцем Мария Томашевна работает 22 года. И она протягнула справу своих дедулей и мамы. Усе разом они отдали шагунцей 70 лет. Мария Лаздин сподяется, что семейную династию протягнет ее дочка. Я не знаю, куда она захочет. Я не буду навязывать. Может, и она захочет. Не знаю. А продолжит династию. Оксана Адамчук – так само билетный кассир. Только разъездный. Просуя у региональных техниках. Уе на прамках – Гродно, Барановичи и Бенякони. За два года Оксана Витальевна настолько прикипела душой до таких подорожей, что у иншей профессии себя не уявляя. Заходим в поезд с первого вагона. Пока поезд стоит. Проходим под составом. Объявляем, до какой станции едет поезд. Потом по каждому едем с проверкой. Потом по каждому остановочному пункту идем с продажей билетов. Працовный график Оксаны Адамчук продуглеживает иденные и ночные измены. А Лена отзначает – каждая профессия имеет свои особливости. И до их треба привыкнуть, коли хочешь працовать. Работаешь с людьми – всегда интересно. Знаете, для людей люди бывают разные. Пассажиры любят наведывать Лицкий чугуночный вокзал. Тут и профессийный коллектив, и умовы для чекания техников створены належные. Працует кафе. В зале чекания есть бесплатный Wi-Fi и телебачение. Круглосуточно отчинены покои от подшинку. Створены умовы на Лицким чугуночном вокзале и для людей с инвалидностью. Сегодня они без проблем користаются чугункой. По заявке им оказывается необходимая допомога. МЧС и БРСМ вместе за безопасность. Спасатели и БРСМ-овцы провели совместную акцию «Летний патруль». Особенно актуальна она в жару, когда пренебрежение правилами поведения на воде может привести к трагедии. Лицкие спасатели и волонтеры БРСМ посетили городской пляж, провели у воды профилактические беседы с отдыхающими, раздали тематические листовки с напоминанием об основных правилах безопасного отдыха. Ежегодно проходит акция «Летний патруль». В этом году сделан акцент на безопасности горожан, которые отдыхают на прибрежных территориях водоемов. Поэтому волонтеры БРСМ, а также ребята, которые являются представителями молодежных отрядов охраны правопорядка, ежемесячно осуществляют информационную разъяснительную работу для граждан. Особенно пристальное внимание уделяется малышам, которые отдыхают на озерах, для того, чтобы обучить их основам безопасности, основам безопасного поведения именно на воде. Тесно взаимодействуют в организации профилактической работы по предупреждению пожаров, обучению граждан основам безопасности и пропаганде безопасности жизнедеятельности МЧС и БРСМ уже 4 года. Соглашение о сотрудничестве они подписали в июле 2015. Провести день с семьей сегодня предложили личанам организаторы праздника «Мой адрес – город Лида». Пилотный проект Лидского дворца культуры направлен на популяризацию активного семейного отдыха. Его мероприятия проходили практически с самого утра на нескольких площадках, но основными были Лидский замок и дворец культуры. В замке проводились экскурсии, работали выставки и школы археологии, приглашали на дегустацию блюд средневековой кухни повара Корчмы. Сегодня мы угощаем супом с кролика, горшочком с мясом и грибами. Все рецепты у нас аутентичные. Ряд мероприятий в рамках праздника семейного отдыха был организован на площадке у дворца культуры. Здесь работали игровые зоны, была выставлена спецтехника отдела по чрезвычайным ситуациям и отдела внутренних дел. Выступали творческие коллективы. Сегодня мы впервые в нашем городе организовываем импровизированный фестиваль «Папа-фест», на котором мы ждем активные молодые семьи с детьми. Ждем отдельно, конечно, пап, которые смогут доказать своим детям, что папа, конечно, самый лучший, самый красивый, самый умный, самый смелый. Всех личан еще ждем вечером здесь, на открытой площадке у дворца культуры, потому что мы постарались учесть все интересы. Вас ждет и танцевальная программа, и концертная программа, и как финальный аккорд будет фаер-шоу от наших огненных воронов. Думаю, что будет очень красиво, интересно. Приходите, мы вас ждем. Подробный материал о том, как проходил праздник семейного отдыха «Мой адрес» – город Лида, смотрите на нашем канале в программе события в понедельник. В конце выпуска новости спорта. Литчанин на пьедестале. На этот раз награду завоевал юный гонщик Захар Сургеневич. В Волковыске он принимал участие в открытом международном турнире по мотокроссу и занял третье место в классе 85 кубических сантиметров. Кроме того, он выполнил разряд кандидата в мастера спорта. Соревнования прошли довольно-таки успешно. В этих соревнованиях я смог попасть в тройку лидеров. Конечно, большое спасибо моей команде, Лиско Березовской, ДСА, а также моему тренеру Федору Николаевичу за то, что дал мне начальные навыки езды на мотоцикле. Благодаря им я смог достичь таких высоких результатов. Мотокроссом Захар Сургеневич увлекся 4 года назад. Все это время он занимается под руководством Николая Федорова. Результатом своего ученика он доволен. Ведь уровень соревнований был достаточно высоким. Да к тому же участие в нем принимали спортсмены из трех стран – Беларуси, России и Украины. Этим выступлением ребят я очень доволен. Мы ехали на большие соревнования в нашей жизни. У нас маленькая такая скромная команда, занимаемся с 2010 года. И вот она сейчас дает первые такие наши ростки и, скажем, урожай. Мы ехали на более сильную гонку для того, чтобы проверить свои силы, посмотреть, насколько мы готовы к более сильным и высоким соревнованиям. И, конечно, нам этот результат просто немножко даже шокировал. Мы в таком счастье, как говорится, поймали птицу удачи. В Волковыске на международном турнире по мотокроссу, кроме Захара Сургеневича, неплохо выступили ученики Николая Федорова, Мирослав Кот и Даниэль Чагадаев. Не дали ребята, не завоевали. В классе мотоциклов 65 кубических сантиметров Даниэль стал седьмым, а в классе мотоциклов 125 кубических сантиметров Мирослав пришел к финишу восьмым. Но вместе с тем первый выполнил первый разряд, второй разряд – кандидата в мастера спорта. Соревнования были довольно интересными. Трасса подготовлена была очень хорошо, но и соперники были сильными. Приезжали люди из Украины, из России. Также показали класс наши мастера из Беларуси. К примеру, Махнов Виталий и Созеновец Артем. Я выступил не так хорошо, как хотел бы. На эти соревнования ехал больше как на тренировку, так как знал, что это соревнования международного уровня и ничего там не светит. Но попал в восьмерку. Хоть и сложно это было и с падением, но попал. В субботу футбольный клуб «Лида» возобновит игру в чемпионате Беларуси в первой лиге. Второй его круг. Он начнет с игры с командой «Слоним-2017». В областном дерби они сойдутся на Лидском стадионе «Юность». Начало матча в 18 часов. И на этом наш выпуск завершен. Хорошего отдыха в выходные. И до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова